МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нева, Нева, я десятка. Как слышите меня? Прием. Я Нева. Слышу вас, десятка. Нева, я десятка. Преследуем черный Мерседес, госномер Ольга 490 Антон Антон. Как поняли, Нева? Я Нева. Поняла вас. Преследуете черный Мерседес, госномер Ольга 490 Антон Антон. Правильно поняли, Нева. Нева, я Десятка. Объект свернул с набережной в сторону центрального района. Там есть кем его принять? Я Нева. У «семерки» поломка автомобиля. Принять объект не сможет. Продолжайте вести его на все протяжение исследования. Вы распоняли меня, Десятка? Понял вас. Ну вот, блин. Нет, чтоб ему в ночном клубе каком-нибудь затусоваться. Мы бы там в тепле отследили все его связи. А теперь сиди и всю ночь в машине. Так. О! Русалочки приплыли. Олег Семенович, а может я с этими девками под видом сутенера в баню проникну и всех засниму? Нет. На сутенера у нас больше Гриша похож. Благодарю за доверие, командир. Но мне нельзя на долго машину покидать. Да. Придется тогда вам, товарищ старший лейтенант, раздеваться и идти туда под видом проститутки. Да я, Костя, не против. Только куда же я фотоаппарат спрячу? Как куда? Так, Гузарев, молчать. Фиксировать всех входящих и выходящих. Долго спишь? Ну это вам, старикам не спится. А у меня под утро самый сон. Старик в этом городе, и я один. И уважение к старости еще никто не отменял. Ну извини, старик. Вот падла и буду, в следующий раз на полчаса раньше приду. А следующего раза может и не быть, если мы с тобой сегодня не договоримся. Проходите, проходите быстрее. Давайте, гражданочка, не мешайте. Ну теперь, у нас есть верных десять минут, чтобы покурить и оправиться. Женщины и дети в первую очередь. А Марина что у нас? Беременная? Чего ты взял-то? Так она что-то про женщины детей сказала. Так она, Костик, образно выразилась. А ты, придурок, кроме учебников по программированию, ничего не читал. Ой-ой-ой, библиотекарь лузерный. Стыдно уже в наше время компании юзы. Семенович, можно теперь я сбегаю? Нет, теперь старший по званию и простатиту. А наш бывший командир что, больше к нам в экипаж не вернется? Да, Кузнецов уже теперь наверняка до пенсии преподавателем проходит. Да, теперь главное, чтобы Сорокин не ушел в преподавателя. Тоже ведь мужик с опытом. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Олег Семенович, у нас тут спор вышел. Сколько бы этот господин Коротков, которого мы сейчас введем? Нам бы заплатил, чтобы мы его не разрабатывали. Эх, молодежь, молодежь. Ни хрена вы не понимаете в психологии объекта. Этот Коротков, судя по понтам, мелкая чиновнича Сошка. И не имеет таких денег, чтобы подкупить наше начальство. Тем более, что оно не подкупное. А на хрена мы его тогда отслеживаем? Какого-то шестерку. Да потому что он работает на одного ростовского авторитета по прозвищу Старик. А этот Старик что-то затевает у нас в Питере. Товарищ майор, извините, что перебиваю. Но можно ли мне использовать в неслужебное время мое служебное положение? Не понял. Я так и не понял, Кубрик. Зачем тебе комбинат? Разве ты что-нибудь понимаешь в фармацевтике? Можно подумать, что вы у нас знатный фармацевт. Думай, что хочешь. Но это я контролирую импорт инсулина в нашем регионе. И мне здесь питерские конкуренты со своим товаром не нужны. Если ты хочешь комбинат в Питере захватить, чтобы производство инсулина прикрыть, то давай сделаем это вместе. Мой человек над этим работает. Мой тоже. Так бы и сказала, что ты переезжаешь на другую квартиру. Да, конечно, поможем. Только мы... Только я сначала в Макдональдс бегаю. Экипаж, внимание, объект выходит. Держи крышу справа. Снайпер! Снайпер стреляет! Чердачное окно! Есть! У меня чисто! Снайпер! Где? Не понял. Крыша! Гони за тем, кто во двор побежал. Понял. Вот он! Ичуга, Марина, проследите за ним. Хорошо. Но в контакт не вступайте, а я Перов вызову. Ага. Вот гад, уйдет же сейчас. Давай, Гриша, давай. Гриша, стоп! Пошли! У меня в Питере все схвачено. А твой человек еще только связи налаживает. Зачем тебе такой геморрой? Я тихо, мирно комбинат к рукам приберу и угроблю. А ты, как всегда, по льбу устроишь, а толку никакого. Будь добр, не в службу, а в дружбу. Нажми кнопочку. Говорите, я слушаю. Спасибо, Жора, я понял. На кнопочку нажать? Если я узнаю, что это ты, падла моего человека, в Питере урокнул, то я твою кнопочку отрежу и раком скормлю. Ты понял? Да не видели мы, кто этого Короткова грохнул. Охрана рядом стояла, и то ничего не поняла. Чуть ли, говорят, не сам застрелился. Да? А за кем же вы тогда погоню со стрельбой и порчей имущества устроили? Скорее всего, это и был убийца. Экспертиза подтвердила идентичность пуль, найденных и в трупе, и в автомобиле. А ты, Михаил Михайлович, своих орлов не защищай. Или мне замену лобового стекла из твоей зарплаты вычесть? Как прикажете, Василий Степанович, но благодаря действиям экипажа майора Сорокина оперативники нашли выброшенный убийцей пистолет с отпечатками пальцев. Работники оперативной разработки должны не действовать, а лишь скрытно фиксировать контакты и перемещения объекта. Разве во дворы труп вашего объекта побежал? Нет, нет. Так за кем же вы тогда погнались? Но они же все-таки милиционеры. Правильно. Поэтому должны выполнять приказы и должностные инструкции. Ой, ну все, ладно. Так, убийца, кого-нибудь из членов экипажа в лицо увидел? Нет. Точно? Нет, нет. Ну, слава богу, хоть не рассекретились. Ладно, все, идите. Пишите рапорт. Придется тебе, Жора, в Питер поехать. Узнаешь, кто из местных на Кубрика работает, кто Короткова грохнул. Только по-тихому все. Чтоб ни одна сука ни там, ни здесь не усекла. Сядешь на кораблик, туристический. Да и поплывешь. Это долго. Кубрик нас может опередить. Вот и хорошо. Пусть мельтешит впереди. Внимание от всех отвлекает. Готовься к поездке. А я пойду помолюсь за душу Ульенного Короткова. Он хоть и фраер был, тварь, но все же божье. А вот и не угадала. И никакое у меня сегодня не срочное дежурство. Нет, и дня рождения сегодня ни у кого нет. Да, сегодня я приду рано. Так что можешь планировать совместный ужин. Да нет, ну не как в прошлый раз. Ну все, иду уже, иду. Все, иду. Стой, вернись. Че? Вот он. Машина готова, но числится еще в ремонте. Как раз успеем твои вещи перевезти. Да подожди ты, Олег Семенович, мы его вычислили. Вот он. Вот он, смотрите. Вот все охранники Короткова до входа в здание. А после выхода к ним присоединился еще один. Смотрите, вот он. В момент убийства он был ближе всех к Короткову. И дальше видно, что это именно он убегает в сторону двора. Сейчас я его укрупню, обработаю. И можно сдавать в аналитический отдел. Молодцы. Глядишь, вместо выговора нам премию дадут. Да, это бог. Капитан Дунальцев, извините, Семен Евгеньевич, но мы вынуждены вас задержать. Надолго? Точно не знаю, но боюсь, что да. Да. И кто это на этот раз заказал вашему начальству спектакль? Это уж как-то уж совсем не по понятиям. Это уж совсем уж не красиво. Тьфу, чтоб он сдол, гнида лощеная. Можем посодействовать, а то он всех уже достал. Нет, не надо пока. Когда надо будет, сам бог по понятиям его накажет. Господи, прости меня. Ну что, господа офицеры, где ваша машина? Командир наш новый хитрый. Спина, говорит, у него болит. Знал, наверное, что четвертый этаж без лифта. Ты, Семенович, не трожь. Он двадцать лет в засадах просидел. И не в тепличных условиях, как мы сейчас. А в дождь и холод. Понял. Да, я знаю. Только потом сообразили бы на троих, посидели бы, познакомились поближе. И сообразим, и посидим. И стол сейчас накрою, как положено. Вот это дело. Только вот соображу, где у меня тут что. А, вот, нашла. Марина. Да. А если я на тебе женюсь, ты меня пустишь к себе пожить? А то надоела мне моя коммунка до чертиков. Да, Костик, ты свою мамочку оставить не сможешь одну. Очень смешно. А вы и маму сюда заберите. А мы с Наташкой, когда поженимся, будем, Пичуга, твою комнату снимать. Слушайте, хватит ерунду умолоть. Идите лучше помогите. Да, мама. Да, Марина. Я на работе. А соседей что, нет никого? Ну, вот видишь, они тоже на работе. Да. Ну что, Марина. Давай, наливай. Давай отметим это дело. Короче, мне домой надо ехать. В квартире пробки выбила, мать в коридор боится выйти. Не обижайтесь. Она у меня старенькая совсем. Да, конечно, Костя, иди, раз надо. Еще ж светло. А у печоги в коммуналке всегда темно. Понятно. Ну, с новосельем. Давай. Знаешь, Марина, я, наверное, тоже тогда пойду. Как? Ты не обижайся. А что я Наташке своей скажу? Что я с тобой вдвоем водку пил в пустой квартире? Она и так уже меня к тебе ревнует. Да? Ну, слава Богу, хоть кто-то видит во мне женщину. А не только старшего лейтенанта милиции. Ладно, Чижов, иди. Свободен. Не обижайся. Ага. Что показали тесты? Наш инсулин не уступает импортному по всем параметрам. А по многим даже чище. А содержание протафана? И протафан, и актропид, все в норме. Так что, хозяин, дело теперь только за вами. Как обеспечить финансирование в полном объеме, так сразу и перейдем на промышленное производство. Молодец, директор. Присваиваю тебе звание генерального. С приездом. Привет. А ты почему мне охрану не нанял? Чего машина такая беспонтовая? А ты хочешь, чтобы тебя здесь за дешевого понтярщика приняли? У нас серьезные люди не высовываются. И даже сами за рулем ездят. Ага. Это ты сейчас себя имеешь в виду? Хотя бы. Вот, пожалуйста, ничем не хуже датского. Да погоди ты радоваться-то. Для криминала импорт инсулина — это ж золотое дно. Ты думаешь, они дадут тебе жить спокойно? Это уже твоя забота? Ты у меня за безопасность отвечаешь. Отвечаю. Но для эффективной службы безопасности мне нужны люди с опытом работы. И юридическим образованием. Игорь Васильевич. А где их взять? Да, Светлана, что у вас? Вот заказное только что принесли. Спасибо. Это еще что за? Что там такое? Повестка в суд. Иск о признании сделки по покупке комбината ничтожный. Что за бред? Вот вам и ласточка с весной в сене к нам летит. Это все. Там есть все шоу, и вот это все шоу, и вот это все шоу. Остальная дерьма. Потому что для нее идет мне очень сильно. И pallет здесь. Я взяла за бред, чтобы я не могу. Искと思и в кем-кем-кем. И это все шоу. Ис если шоу, и это все шоу. Я видела, что было не все шоу. Иск окули там. Иск окули. Иск окули на стене. Я не могу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Марина, извините, не знаю вашего отчества. Это, если вы помните, Игорь Самарин. Да, господин Самарин. Я вас узнала. Ну, и куда это ты меня везёшь? Чё, обратно в Ростов, что ли? В тихую гостиницу. Подальше от ментовских глаз. А то попадётся какой-нибудь въядливый служака. И вся наша комбинация к коту под хвост. Ага. Тогда поселишь меня по этому паспорту. Раньше мы с вами как-то без отчества общались. Думаю, можем и сейчас, просто по имени. С вашего позволения. Марин, вы мне очень нравитесь, как женщина. Как-то вы так сразу, Игорь? Ну, сегодня, извините, я вас пригласил не по этому поводу. Я так и знала. Нет, я как-нибудь с удовольствием с вами посижу, но… Ну, сейчас у меня к вам срочное дело, как специалисту, опытному специалисту с юридическим образованием. Папка! А мы в кино после ужина пойдём? Ну, если насмерть не объедимся, то пойдём. В любом случае, пойдём. А то люди уже думают, что у меня и мужа-то никакого нет. Да ладно тебе, чё ты? Слушай, подожди, Олег, ты сметану-то не купил, что ли? Я ж недавно покупал. Да ты вспомни, когда ты последний раз дома-то был. Ну, ладно, щас, щас быстро сбегаю. Ты пока воду поставь на плиту. Хорошо. Ой, Олег! Что? Подожди. Что? И мусор заодно вынеси, если ещё помнишь, где контейнеры стоят. Почему же вы не обратились за помощью к нашему бывшему командиру? Вы же, кажется, поддерживаете с ним приятельские отношения? Ну, а как же? Обращался, но он сказал, что поможет мне только в том случае, если мои интересы совпадут с его служебными. Я вам могу ответить то же самое. Марина, так может, вам перейти на службу ко мне? Мне к вам на работу через весь город придётся ездить. Работая в моей фирме, вы сможете позволить себе квартиру, где захотите. Я подумаю. Разумеется. Но сейчас мне нужна ваша срочная юридическая консультация. Игорь, можно я на минутку? Конечно, конечно. Сдачу возьмите, пожалуйста. Спасибо. Так, это у нас по 48. Три рубля, пожалуйста, поищите. Вот она вы. Пачку отдайте к сигаре. Понятно. Что на ваш комбинат покушаются чёрные райдеры. Но пока не известны их козыри. Не надо бояться суда. На нём преступники как раз раскроют все свои карты. И мы будем знать, как с ними бороться. А постановление суда, в случае чего, можно и опротестовать. Спасибо за совет. Я перед вами в долгу. Напоили, накормили. Вот ещё и до дома проводили. Не совсем. Я должен довести вас до квартиры. Тёмные парадные кабины, лифты — самые опасные места для женщин. А у меня четвёртый этаж без лифта. Тем более. Прошу. КОНЕЦ КОНЕЦ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Извините, кофе не предлагаю, я только переехала. Нет-нет, спасибо. Может, как-нибудь поужинаем вместе? Просто так. Не исключена. Петрович, пришли-ка за мной в машину, то и забрался, черт знает куда. Да заблудился он там, что ли? Понялся, Зорокин. Высыла им группу захвата, диктуй адрес. Привет. Я знала, что ты вернешься. Привет, Семенович. Где клиент? Ну, наконец-то. А то я же замер совсем. Второй этаж, квартира сорок. Ну, иди грейсить. Теперь уж мы сами. Ага. Ну, давай. Да бегу уже, Лена, бегу. Подожди, Сорокин. Мне тут, наконец, планировку адреса принесли. Когда ребята подъедут, предупреди их, что в квартире есть черный ход. Черт! Да они же уже там. Стоять! Стой! Стоять! Не дергаться! Не двигаться! Где же ты так долго пропадал? Лечился. Во время драки с солистом я сильно покалечился. Честно говоря, я думал, вообще инвалидом останусь. Почему же все-таки ты мне не позвонил? Не хотел быть с тебе обозой. Подожди, но ты же не вчера вылечился. Где ты был все это время? Сомневался в наших чувствах. Честно говоря, думал, что ты меня забыл и вышел замуж. Как же выйдешь тут замуж с такой работой? Извини, мне надо идти. У тебя тот же номер телефона? Да, я ждала твоего звонка весь этот год. Я позвоню. Извини, конечно, за ментовский вопрос, но ты сам случайно не жена? Ну, герой, молодец. И главное, в неслужебное время. Михалыч, дай ему три дня отгула вне очереди. Хорошо. Иди, Олег, отдыхай. Не-не-не. Только не сегодня. И не завтра. Из Ростова-на-Дону поступила информация, что тамошние пацаны на днях с пафосом проводили в Питер новоиспеченного авторитета Руру... Кубрика. Так может, он просто, это, по музеям походить. А может, и не просто. В последнее время этот Ру... Кубрик занялся черным рейдерством. А у нас в МВД как раз компания против этой хрени. И по поручению Москвы мы должны все бросить и срочно всеми силами заняться разработкой этого самого гостя нашего города. Так, Жора, встречай меня в Питере. Я сейчас помолюсь за торжество справедливости. Прямо на вокзал. Нет, все по закону. Судья меня выпустил. Кубрик всех подкупил, а судью забыл. Первым делом устроим мне встречу с судьей. Хочу заранее убедиться, что суд примет решение по комбинату «Инсинтез» в нашу пользу. Устрою. Да. Че ж у вас так холодно-то, а? У нас в Ростове уже раков давно ловят. А у вас холодно, как на Северном Польсе. Че? Менты Клыка замели. Твою мать. Это плохо. Если он расколется, нам каранты. Надо его срочно вытаскивать. Кубрик сейчас задергается, начнет вытаскивать Клыка. То есть задержан у нас в твоей помощи гражданина Зубова, Павел Сергеевич. Сначала он, скорее всего, пошлю к Зубову адвоката через своих людей, чтобы разведать обстановку. Тяните на хвост адвокату. Если повезет, он по цепочке выведет нас на Кубрика. Ну, а дальше по обстановке. Иди готовь, экипаж к круглосуточной работе. Угу. Иду. Объект вышел. Я семерка, объект принял. Я Нева. Поняла вас семерка. Десятка, приготовьтесь к движению. Объект сел в машину. Я десятка, понял тебя. Гриш, заводи, поехали. Нева, я семерка. Преследую серебристый Мерседес. Номер Антон, 010, Наталья Анатолий. Движемся в сторону Петроградской стороны. Нева, я десятка. Следуй параллельным курсам, готов принять объект. Я Нева. Поняла вас десятка. Примите не объект, а связь объекта. Как поняли меня прием? Я десятка, понял вас. Принимаю связь объекта. Костя, Марина, вперед. Есть. Семен Евгеньевич, а что у вас там шебуршит? Свежие раки, Жора. Заскучился я по ним в камере. Так здесь есть раки в магазинах? Нет, Жора. Не доверяю я местным парам. Вот, вы простили машину, чтобы в глаза не бросаться. Собирает ее у нас на Дону. Молодец. Алло. Да доехал хорошо. Но мои цели, планы и задачи несколько изменились. Я вас понял. До встречи. Здравствуйте, что будете? Два эспресса. Ну? Вы знаете, самые мерзкие оливки именно греческие. Вот в любой другой стране мира их делает вкусно, кроме самой Греции. Ваш кофе, пожалуйста. Как вы думаете, чем это объяснить, а? Спасибо. Ладно, философ. Давай к делу, что там с Зубовым? Большая проблема оказалась с вашим Зубовым. Очень большая. Слушай, ты не крути. Скажи прямо, сколько это будет стоить? Не-не-не, гонора меня вполне устраивает. Но ваш клык, простите, Зубов, проходят по делу об убийстве Короткова. Ну? Я не знаю, смогу ли я вам помочь. Ну, значит, другие помогут. Вот человек, который может помочь получить нам нужную информацию. Игорь Самарин. Андрей Шелест, простите просто, чтобы знать, с кем имею дело. Покойный Витя Самара. Мой брат. Вы его знали? Мы с ним вместе сидели в начале девяностых. Пути Господня неисповедимы. Я вас тоже где-то видел. Присаживайтесь. Благодарю. Дело вот в чем. Мария Сергеевна, может, вас подвезти до дома? Я, правда, не знаю, заведет ли моя старушка. От отца еще осталось. Да уж, на нашу зарплату мерседесов не купишь. Да, это точно. Спасибо. Мне на метро гораздо удобнее. Счастливо. Пока. До завтра. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, господин судья. Вам родственник из Ростова гостинец просил передать. Да нет у меня в Ростове никаких родственников. Я и не спорю. Но дядя Сеня вас по-робственному просит, чтобы вы судили честно и беспристрастно. Вы в прокуратуру или к ментам не обращались? Официально нет. Они официально, они советуют дождаться суда, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит. А я хочу знать это сейчас, чтобы нанести упреждающий удар. Хорошо. Я узнаю. Но в любом случае, я не советую воевать. Да не воевать я хочу. А защитить тысячи людей, которые на комбинате работают. И снабдить инсулином наших диабетиков, которые сейчас за него втри дорога платят. Ну, в таком случае, я буду рад оказать услугу отечественному производителю. Зафиксируй. Командир, извини, я больше не могу. Ладно, командир, я пойду. Ну, давай. Ну, да, со мной договаривался господин Коротков, но он умер. А вас я, к сожалению, не знаю. Будем считать, что я его преемник. Преемник? Теперь я буду оплачивать ваши услуги. Какие услуги? Те, о которых вы договаривались с господином Коротковым. Да, но он умер. Да, но дело его живет. Суд ведь не отменили. И деньги вместо Короткова заплачу вам я. Понятно? Понятно. А за что вы хотите заплатить? О, Господи. Ну, судя, вы скажете, что договор о передаче акций комбината инсинтеза Самарину был заверен вами под давлением. Давили на вас, угрожали. Кто мне угрожал? Вы? Какие такие мы? Это люди Самарина вам угрожали. Вы успокойтесь. Это же все-таки суд, а не детские игры. Мне нужны подробности. Какие именно? Кто и чем мне угрожали. Тьфу ты, Господи. Угрожали вашей жизни, жизни ваших близких. Ой, извините, пожалуйста. Я тут шарф свой не обронила? Нет. Извините, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Это ваш аванс. Остальное сразу после суда. Я боюсь, что я вас подведу. Я боюсь запутаться в показаниях. Не бойтесь. Вас никто подробно допрашивать не будет. Судье есть полная договоренность. Но... Получается, что я совершил должностное преступление? Под давлением и угрозой для жизни. В чем теперь искренне раскаиваетесь? Ну, судья. Или вы хотите, чтобы вашим близким действительно угрожали? Я согласен. Свернули с Кольцевой на Приморское шоссе в сторону Сестрорецка. Десятка, давай, принимай свой объект, а то у меня бензин заканчивается. На заправке и примем. Дайте хоть раз перекуситься целый день. Семенович, не хочу пока диспетчера смешить, но за нами хвост от самого города в виде черного бумера. Ну, понял, проверимся. Так, все быстро по машинам. Объект на подходе. Вот черт, тормозит собака. Хочет вперед нас пропустить. Обгони его, только медленно. А вы, ребят, зафиксируйте его на всякий случай? Может, это прикрытие нашего объекта. Хорошо. Гриша, давай работать без фанатизма, а то я чуть объектив не погнул. Зато ты мне все ребра погнул своим объективом. Извини. Ну, извини. Да ладно. Слава Богу, приехали. Ну что, девочки налево, мальчики направо. Ой, я, командир, лучше посплю. Потише, щелкай. Ну, герои, ну молодцы. Кубрика с его помощником выследили. Все, теперь они от нас не уйдут. Телефоны поставим на прослушку. Дождемся, пока следаки расколют Зубова на убийстве Короткова. Привяжем к нему Кубрика. И все вместе пойдем в отгулы. Хорошо бы. А то мои люди уже с ног падают. Ну, ладно, хорошо. Пусть люди сегодня отдохнут. Выходной отменяется. После убийства Зубова нам Кубрику предъявить нечего. Будем разрабатывать его дальше. Тем более, что он покушается на комбинат, который получил государственный заказ на производство инсулина. Михалыч, продемонстрируй майору, чтобы он осознал все серьезные задания. Ты съезди к Самарину. Подтверди, что мы люди серьезные. Отступные предложи за комбинат. Вдруг согласится? Вряд ли. Самарин мужик крепкий. Просто так комбинат не отдаст. Тогда срочно вызывай Бурова из Ростова. А я с судьей встречусь. Будем со всех сторон давить. Понял. Боже мой! Жива? С ума сошел? Чуть не сбил меня. А ты что под колеса кидаешься? Куда спешишь? Я на работу опаздываю. У тебя же выходной. Что-то случилось. Срочный вызов. Ну, садись. Подвезу. Спасибо. Да, Игорь, первые деньги пришли. Закупаем оборудование. Слушай, а что там за разборки по поводу комбината? Разборки? С чего ты взял? Да, Петрович с утра охранников нагнал больше, чем рабочих. Так ты, Саш, не дешевое оборудование покупаешь. Приходится охранять. Ладно, все, работай. Петрович, ну что ты паникуешь? Ну, чем твоя охрана может помочь? Я и к тебе завтра охрану приставлю. Между прочим, нашим комбинатом уже ростовские бандиты интересуются. Они из Ростова киллера вызвали. Это тебе Шелест сказал? Да, и ребята из оперативной разработки информацию подтвердили. Из разработки? Чего же они со мной не стали сотрудничать, когда я им предлагал? Ну, не знаю. Наверное, я как бывший работник органов, им классово ближе. Ладно, менты ты или Шелест, неважно. Могут они меня на этих бандитов вывести. И выводить не надо. Скоро эти рейдеры сами к тебе придут. Тогда увеличивай охрану. Эти гопники понты любят. Хорошо. Хорошо. Света! Света! Да, Игорь Васильевич. Завтра раздетая. Приходи. Как? Совсем? Ну, нет, конечно. Юбочку покороче, блузку там с вырезом, не знаю, помады, каблуки. Ну, сама знаешь. Слава Богу! Наконец-то он увидел во мне женщину. А куда ты меня везешь? Я же не сказала тебе адреса. Я не уверен, но мне кажется, тебе должны подобрать, где-то по пути на вокзал. Откуда ты знаешь? Мне вчера ночью показалось, что мы следим за одними и теми же людьми. Ну, слава Богу. А я думала, ты к твоей блондинке ездил. Какой блондинке? С которой ты в кафе сидел. Нет, это моя клиентка. А, ты и сейчас на нее работаешь? Нет, сейчас работаю на твоего брюнета. На какого брюнета? С которым ты в кафе сидела. А ты что, у нас с частным детективом заделался? Ты же знаешь, я с ментами не сотрудничаю. Останови машину. Тебе не идет истерика. Да какая истерика? Мы приехали, вон наша машина. Мы не договорили про брюнета. Всегда рада видеть вас в удобное для меня время. Ага, пожалуйста. Михаилов, понял. Сегодня утром в СИЗО к луку варежки связали. Ха, уже? Ну ты молодец. Оперативно твои люди сработали. Подожди радоваться. Это были не мои люди. Не понял. Нашего клыка завалили. Не наши люди, а неизвестный кто. Ну понял я. Че ты нервничаешь? И что? А то, что теперь и нас могут завалить. Понял? Ребята, внимание, объект вышел. Вон идет наш объект. Как живой. Вижу. Поехали. Да. Подъезжай по адресу. Там у меня будет встреча с одним человечком. Подождешь в машине. Потом поговорим. Да, понял я. Разворачивайся. Возьми с собой. Да не надо, у меня есть. Это миниатюрный диктофон. Запишешь разговор с судьей. Пригодится, если он потом отпираться начнет. Ишь ты. И как он включается. Чиркнешь и все. А сигарету надо прикуривать? Прикуривай. Тогда и сигареты давай. У меня нет, я же бросаю курить. Может, я опять показал? Нет, Семенович. Номера те же. Ну, диктуй. Мы сейчас пробьем по базе этот бунтер. Гриш, запоминай. А, это он. Запомнил. Знакомый номер. А ну-ка, я сейчас. Олег Семенович, не надо пробивать. Я знаю, чей это БМВ. Приехали. Выезжаю. Диктуй адрес. Ресторан встречи. В Васильевском. Что-то чудит, Игорек. В офис охраны нагнал, а сам один ездит. Не гони. Зуб даю. Да машину не гони. Так упустим же. Я знаю, куда он поехал. Набирай адрес на ЖПС. ДИКТЕЛЬНЫЕ ГОДОСТИ АМОН «МЫЕ ГОДОСТИ» ДИКТУРА가 ХОРАКИ ДИКТУРА РИГБОСТИ ВОСТИ ПОДОСТИ ВОСТИ ТРЕВОЖЕНИЕ ГОДОСТИ ДИКТУРА ВОСТИ Подождем здесь. Сейчас люди должны подъехать. Ну, тогда я поудобнее перепаркуюсь. Давай. Поняла вас десятка. Объект остановился у ресторана «Встреча» на Васильевском острове. Нормально. Получается, что мы все на Самариной работаем? Ага. Только мы бесплатно, а ее бойфренд за деньги. И что? А может, и ты Самарину информацию сливаешь? Это я сливаю. А и правильно. Между прочим, Самарин нам помог год назад выйти на солиста. Да Самарин тут ни при чем. Мне за державу обидно. Вы думаете, это так просто? Времена уже не те. Кто будет выступать от имени истца? Да. А то свидетель начнет мямлить, адвокаты Самарина разнесут в ух и прах. Постановление суда все равно выносить будете вы. Да, но… Пожалуйста. Благодарю. Хорошо. Я подъехал. Хорошо. Когда я выйду, вы сразу заходите. Блин, понаделали дверей. Фиг знает где они сидят. Ты, Пичуга, заводи меня во все двери подряд. А я буду капризничать. А-а-а. Если вы отказываетесь, так и скажите. Мы устроим вам больничный, и дело будет вести другой судья. Только не нужно меня пугать. Меня вчера ваши земляки уже напугали до полусмерти. Какие земляки? Да какой-то дядя Сеня корзину раков мне передал из Ростова. Вы можете гарантировать мою безопасность и оградить от подобных сюрпризов? А как выглядел почтальон? Ну, здоровый такой, вежливый сволочь. А, да это Жорик. Шестерка старика вас на понт взял. А самого старика я своими руками за решетку упаковал. Ментам все доказательства сам собирал. Так что сидеть теперь дядей Сеней до самой смерти. Вы уверены? За такие бабки президента можно посадить. Интересно, за какие? Вот, вот это уже деловой разговор. Что вы хотели? Да ничего, мы просто смотрим, знакомых ищем. Ваши знакомые к нам не ходят, давайте на выход. Да что ж, в людей-то гунете? Так всех клиентов распугаете. Клиентов я не распугаю, а вам здесь не место, фейс-контроль. Слышали такое? А ты что, здесь главный что ли? Типа того. Позови управляющего. Я сейчас ментовку вызову. Убери руки, козел. Что ж, до свидания. Что вы делаете? Оставь его! Иди сюда, пугало! Привожаемый! Возьми отсюда! Что ж ты там? Стой! Ты не понял! Э, выбери руки! Пол, который вставал уже! Давай! Возьми! Извините! Ай! 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 Что вы смотрите? Помогите! На руки. Помнят. Ах ты сволочь! Отпустай! Лежать, я сказал! Давай, давай, давай! Давай, давай! Поехали отсюда. Куда? В аэропорт, быстро! Гриша, давай за такси, быстро. Да видите, УАЗик как встал. Заперли нас. Семерка, прими срочно наш объект. Нас заперли. Да нас самих какая-то соната зажала. Жора, поехали отсюда. Уж больно-шумно здесь стало. Лежать, руки за голову! Я судья, я лицо неприкосновенное! Ну, ты молчать! Не шевелиться, я сказал. Я только за документами. Ждите очередь. Ты что, адвокат? Нет. А фонд защиты потерпевших, это что? Общественная организация. Да. Значит, никто. Так, а судья у нас кто? Я! Молчать! Ты что, урод! Какой аэропорт? Да ты пойми, менты не меня приехали вязать! Короче, возвращайся в отель, сиди там и шли звонка! Бурый придурок, чуть обратно в Ростов когти не рванул. А ведь правда, а чего это ментов в кабак принесло? А я знаю. Нормально поговорил с судьей. Выхожу, пстынь, нифига не помню. Ты разговор с судьей хоть запомнил? Смутно. Ну, короче, он согласился. Я все записал. А где зажигалка? Слушай, может выпало, а? Да выпало и выпало. Завтра заеду, спрошу. Ну-ка, тормози. Что случилось-то? Слушай, а эта зажигалка? Она ведь мой голос тоже писала, так? Конечно. А ну-ка, поворачивай машину. Да ты что, там, там менты еще часа два будут шоу устраивать. Да ладно, черт с ними. Ну, чтоб завтра эта зажигалка была у меня. Хоть из-под земли ее достань. Понял? Да понял, понял. Достану. Извините, ошибочка вышла. Я на заседание опаздываю, ты меня на пол с каким-то быдлом положил. Вот костюм испачкал. Теперь в химчистку придется сдавать. А он у меня один. Извините за причиненные неудобства. Сами понимаете, работа. Что вы с ними связались, как салаки в первогодке? Надо было сразу уходить. Связь объекта хотели зафиксировать. Зафиксировать. Мой человек зафиксировал, я скачаю вам фотки. Спасибо. А вы как здесь оказались? Хотел встретиться с врагом лицом к лицу. Тоже мне благородный рыцарь. Этот кубарик еще тот говнюк. Всегда из-за спины, из-под тяжка атакует. Вот возьмите, Олег Семенович. Откуда у тебя? Ты же не куришь. В холле подобрал. Видно, кто-то из наших объектов выронил. Случайно, я не ваша? Дайте-ка посмотреть. Я надеюсь, сюрпризов не будет. Не будет. Если ваш свидетель скажет, все правильно. Он скажет, не беспокойтесь. Я пошел, до встречи в суде. Ну что ж, до свидания. Да, этот материал дорогого стоит. Еще бы. Можно обоих за взятку прижучить. Но это еще бабушка надвое сказала. А вот решение суда можно будет и протестовать. Это само собой. Но главное, что Кубрик признался, что это он старика ментам сдал. Вам это важно? Это Кубрику важно. Если старик предъявит ее на воровском сходнике, Кубрику конец. Хорошо. Как же на этого старика выйти? Надо вбросить информацию в уголовную среду. Старик сам на вас выйдет. Прошу. Раков сам будешь есть. У меня на них аллергия. Не, я их чистить не умею. А что ж тогда заказывал? Я не заказывал. Любезный, убери. Мы раков не заказывали. Это вам дядя Сеня прислал из солнечного Ростова? Как прислал? Где он? Я не знаю. Парень такой мордастый, с южным акцентом. Пришел, корзинку оставил и ушел. Слушай, иди-ка ты нахрен отсюда вместе со своими раками. Ну, извините. Валим отсюда. В другое место. Нас старик вычислил. Дядя Сеня, это старик? Ты же сказал, что он сидит. Может и сидит. Только не нравится мне, что его шестерки по всему Питеру и раков разносят. На. И зажигалку мне ищи, чтоб завтра была у меня. Да позвонил я своему человеку в ментовку. Завтра он узнает, кто зажигалку подобрал, а дальше дело техники. Че? Да я сам без твоей техники почувствовал, что меня в ресторане кто-то пасет. Да организуем завтра сбором контрнаблюдение. Че это все завтра? Завтра, завтра. Так мы нахрен до завтра не доживем. Спасибо, что проводили меня. Марин. До свидания. Поужинаем завтра. Просто так. До завтра еще дожить надо. Что? Сюрприз. Да уж удался на Славу. Ты как в квартиру попал. Замок смени. Его ногтем открыть можно. Хорошо. На. Шелест, ты куда? Подожди. Андрей, подожди, дело есть. Ну, хорошо. Информацию о том, что Кубрик ссучился, я брошу. Но пока она дойдет до старика, спасибо, пока старик соберет входняк, Кубрик ваш комендант отсудит сто раз, перепродаст и за границу свалит. Что же мне теперь? Самому Кубрика замочить, что ли? Ну, зачем? Можно судью перекупить. Он жадный, я адреса его выследил. Вот страна парадоксов. Чтобы начать честный бизнес, нужно заплатить чиновнику больше, чем бандиты. Да. Но это будет уже не честный бизнес. Вот я и говорю, страна парадоксов. Ладно. Мне пора. Утро вечера мудренее. Вы не волнуйтесь, Игорь. Мы что-нибудь придумаем. Ну-ну. Вот, видите, если б не этот боксер, который с улицы прибежал, я бы их сам всех урыл. И не стали бы ментов, простите, вас вызывать. Ну, вызвали, так вызвали. А вот зачем нужно было у капитана сжигалку терить? Гадом буду. Это не мы. Это точно эти циркачи. Они мне сразу не понравились. А у кого здесь чья фамилия, я не знаю. Не мы же документы проверяли, а ваш капитан. Так вот он тоже, к сожалению, забыл, в каком порядке переписывал. О, стоп! Назад, назад! Назад! Стоп! Вот это кто? А это тот самый чмо и есть, из-за которого все началось. Да и телка с ним. То есть, баба, простите. Сначала ничегошная такая была, а потом как даст мне между ног. Хорошо, у меня плавки фирменные. А напарнику моему всю морду поисцарапывал. То есть, значит, эта девушка пришла с этим парнем. Ну да. Только не она начала. Это чмо. Очень хорошо. Что? Что такое? Урод! Идиот! Ты что, совсем охренел? У меня барабанные перепонки лопнули. Да падлой буду. У меня приснилась хрень какая-то. Идиот! Кубрик! Извини, урод! Кубрик, падлой буду. Приснилась хрень какая-то. Ты во сне в натуре на вурдалака похож. Лучше! Иди сюда! Да возьми, на! Хочешь в меня стрельни? Бери! Я в тебя сейчас не из травматического, а из настоящего стрельну. Не, не надо. Ой, идиот! Вы какого хрена здесь спите? Слушайте! Это, Кондор, нам на пулетине тут обеспечиваем. Ты за зажигалкой давай вали быстро отсюда! У меня, значит, бессонница. Из-за нее они тут дрыхнут. Так, записывайте. Петровская, Петровская Марина Владимировна. Слушай, я тут подумала, а может мне принять предложение Самарина? Что замуж зовет? Нет. На работу. Угу. Что толку в моей-то службе? Конкретному человеку помочь не можем. Вчера еще все объекты растеряли. Теперь даже не знаем, где они и что замышляют. Кстати, а ты-то чем занимаешься? Что-то я о тебе ничего до сих пор не знаю. Знаешь, когда ты перестанешь быть ментом, а станешь нормальной женщиной, я сам тебе все расскажу. Дурак. Я нормальная. Я такая нормальная, что даже ребенка хочу. Тогда, значит, я ненормальный. Почему? Потому что я тебя люблю. Хороший отель. Чего это кубрик дурашка? Я с него съехал. Чувый кошка чье сало съела. Зато теперь мы здесь поживем. Ни одна сволочь не догадается. Да, ты передачу, ты гостиницу приготовил? Как всегда. Лицо узнаешь? Так я перед тем, как спрошу его, он это или не он? Спроси. Поехали, Жора. Поспособствуем справедливому правосудию. Ну, простите, но опоздала. Больше не буду. Зато я вам кофе принесла. Ну, чего вы? Могу я проспать, в конце концов, один раз? Ты-то ладно. Заботкин кубрика ночью проспал. Теперь мы снова ищи его. Хорошо, Михайлов в суд явился. Вот его и потащим. Так давайте я пойду в выход просигналю, а вы пока кофе попьете или подремлете. А может, а мне с ней, а, командир? Ты со своей рожей даже в суд фейс-контроль не пройдешь. Ой-ой-ой. Ладно, Марина, иди сигнал. Ага. Извините, вы свидетель по делу комбината «Инсинтез». Для разъяснения обстоятельств дела вызывается свидетель Калинин Сергей Егорыч. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Спасибо большое. Свидетель Калинин. Свидетель Калинин. Калинин, проснитесь. Калинин… А-а-а! А-а-а! Что, нотариус не взял мой подарок? Не взял, он мертвый сидит. Ему спицу кто-то воткнул. Господи, упокой его душу врежную. Но что-то я не пойму логики. Я только не могу понять логики. Кому все это выгодно? Ну уж точно не Кубрику. Нотариус был единственным свидетелем в его пользу. По логике, смерть свидетеля выгодна как раз нам. В результате этот комбинат остался у тебя? То есть ты хочешь сказать, что сейчас первый подозреваемый — это я? Да. С точки зрения ментов, это логично. Ну, тебе видней. Ну, извини, Андрей. Извини, я психую, потому что не понимаю, что происходит. Мне кажется, из-за меня человек погиб, что это я что-то не так сделал. Погиб он из-за денег. Ты думаешь, он пришел давать ложные показания бесплатно? Ладно. У тебя есть какие-нибудь мысли? Скажи, у тебя есть люди, которыми бы ты дорожил? Да нет, после гибели брата — никого. Потому что если у Кубрика ничего не получилось с судом, то, скорее всего, сейчас он начнет действовать старым бандитским способом. С запугиванием и шантажом. Твою мать, Петрович, мы же про Беляева забыли. На нем же весь комбинат держится. Случись что, производство остановится. А где я такого специалиста найду? А где я тебе сейчас найду толковых телохранителей? Опять двадцать пять? Сам иди охраняй! Извините, что я вас постоянно беспокою, но без вас не можем разобраться. Оборудование новое, мы на таком еще не работали. Ничего, скоро к нам молодые, технически образованные специалисты подтянутся. Я с ними уже договоры заключил. Александр Егорыч, можно вас на минуточку? Здравствуйте. Говорите только быстро. Самарин распорядился предоставить для вас охрану. Вот, познакомьтесь. Максим и Федор. Как вы себе это представляете? У меня рабочих катастрофически не хватает. А я по цехам буду с двумя здоровенными бездельниками ходить. Да меня люди засмеют. Хорошо. Они будут только у вас от проходной до проходной. И, пожалуйста, не спорьте. Так надо. Нет у меня времени спорить. Надо, так надо. Только, ребята, очень прошу, чтоб жена не увидела. А то испугается до полусмерти. Договорились? Хорошо. Извините. Мне надо работать. Так и что нам делать? Охранять незаметно. Вечером от комбината до квартиры. Утром обратно. Точно охраны нет? Да из чего они будут охрану выставлять, если не пуганые еще? Напугаем. Потом сразу на хату и оттуда уже звоните. Понял. И зачем баровым присматривай? А то этот местный хрюндель с головой не дрожит. Давай выходи. Дальше на метро поедешь. Объект шифровался до темноты. Затем сел в коричневую девяносто девятую ладу. Стекла затонированы. Номер не читается. На крыльях красные наклейки. Хорошо. Так в отчете и напишем. Нас Заботкин сменил. Где тебя подобрать? Заберите меня, пожалуйста, из дома. Я забегу хоть чая выпью, а то просто с ног валюсь. Пей спокойно. Мы еще на заправку заедем. Привет, солнышко. Дети еще не спят? Нет? Хорошо, что не спят. А то два дня их уже не видел. Да, уже едут. Можешь разогревать. Вместе все и поужинаем. Ну все, целую. Буду минут через десять. Можешь разогревать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, это вы. Все, ребят, спасибо. Дальше я сам доеду. Стой, гад! Федя, стреляй! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да дёргайся, и всё будет хорошо. Ага. Будешь дёргаться, будет плохо. Ага. И не ори. Это пока только похищение, поняла? Угу. Давай, вперёд. Давай. Там друг, друг. Саш, Сашка, как ты? Сашенька, миленький. Ничего. Только жену с детьми напугал. Ты охранников не ругай. Хорошо, хорошо. Они не виноваты. Они ни в чём не виноваты. Хорошо, хорошо. Ладно, ладно, не волнуйся. Держись, Сашенька. Вот визитка. Если что, сразу звоните. Да идите вы к чёрту со своим комбинатом. Всё хапаете, хапаете друг у друга. А люди из-за ваших разборок гибнут. Ну? Что скажете, герой? Игорь Васильевич, мы тут стали анализировать. Нападавший действовал так, как будто знал, что у Беляева есть охрана. А мы ведь первый день сегодня. Где Петрович? Не знаем, не можем дозвониться. Подвергся нападению во дворе своего дома у входа в парадную. Наши корреспонденты выехали на место происшествия. Подробности о покушении на генерального директора комбината «Инсинтез» смотрите в следующем выпуске новостей на нашем канале. Теперь о погоде. В ближайшие сутки в Санкт-Петербурге… Ты где? Да здесь я. Слежу, чтобы нам опять раков не подбросили. Похоже, кто-то покруче нас за комбинат взялся. Короче, как только зажигалка будет у меня, сразу в аэропорт и валим отсюда к чертовой матери. Понял. Как билеты к Кубрику возьмешь, сообщи мне номер рейса. Хотим ему в Ростове торжественную встречу устроить. Угу. Нет, Игорь. Не могу я вам это сказать для вашей же пользы. Может, это покушение не Кубрик устроил, а вы с горяча дров наломаете. Я и без вас узнаю. Так. Шелест, шелест, шелест. Самарин, слушаю. Слушай, родственник, люди позланят, что у тебя есть для меня сувенир от моего земляка. Да. Я могу подъехать? На кого выписывать пропуск? На Семена Старцева. На кого? Ну, давай, выходи. Сумку дай. А, и мобильник. Телефон в сумке. Подождите, вы скажите, что вам надо, может, вы ошиблись и не ту похитили. Тату. Девочка, если не ту, трахнем, то отпустим. А если эту еще пытать будем? Давай. Значит так, я с тобой цацкаться не буду, поняла? Угу. Где зажигалка? Какая зажигалка? Не знаешь, значит? Не порть фактуру. Хрен знает, кто за ней стоит. Обменяем и все. На, звони. Кому? Звони, сказал! Обниматься я с вами, дядя Сеня, не буду. Мать мне о вас практически ничего не рассказывала. Да я не обниматься приехал. А комбинат твой по родственному от Кубрика спасти. Что-то плохо у вас получается. Да потому что не Кубрик на тебя наехал, а кто-то совсем не из нашей среды. Извините. Игорь, ты искал меня? Да, Марин. У меня, а вам зачем? Что? Кто? С кем она требуется? Все время занята. Костя, сбегай за ней, быстрее будет. Угу. О, привет. Привет. А Марина дома? Нет. Она разве не с вами? Нет. Дома должна быть. Слушай, друг, я с твоей барышней всю ночь сидеть не собираюсь. Я в сиделке не нанимался, понял? Вези сюда зажигалку и забирай нахрен свою бабу. Вот так вот. Вы же адрес не сказали. Фу, блин. Да звони опять. Чего копаешься? Ты шо сделал, урод? Вот урод. Адрес не сказал и отключился. Зато у меня есть адрес Кубрика. Только сам к нему не езжай, пошли кого-нибудь. Нет, это я должен сделать сам. Послушай, Игорь, если ты поедешь сам, то Кубрик за эту девушку уже не зажигалку, а целый комбинат потребует. Да черт с ним, с комбинатом! Человека спасать надо! Ну, а я поеду на вокзал, пожалуй. Оператор указанный номер запеленговать не смог. Аппарат или выключен, или находится в незуной действии сети. Понял тебя, Нева, спасибо. Михалычу позвоните! Лизославскому! Надо же что-то делать! Андрей, а ты во дворе машина чужой или человека какого подозрительного не заметил? Хотя нет, подожди, на этом месте стоял девяносто девятый. С затемненными стеклами и с наклейками? Да. Это же люди Кубрика. Так надо узнать у Заботкина, где сейчас находится Кубрик. Черт, куда это он? Гриша, задержи его! Как таранить его, что ли? Объект в номере ругается с кем-то по телефону. Идиот! Откуда я знаю номер ее хахаля? Быстро приводите ее в чувство, иначе я самому тебе башку проломлю! Давай! Быстро звони своему хахелю! Давай! Быстро звони своему хахелю! И давай сюда, пока телка твоя цела! Запомнил! Скоро буду! Ждите! А нам куда, Семенович? Вперед, Гриша, вперед! Ну, а Кубрика за жабры надо брать! Он наверняка знает, где Марина! Это? Это? Звони. Пусть везут девушку. Произведем обмен. Хорошо. Выключи. Рано еще звонить. Че? Шторку задернем. Ты кто такой, а? Зачем, Петрович? Как мы теперь узнаем, где Марина? А ты готов был и комбинат отдать, чтобы ее спасти, да? Да я и сейчас готов! Тогда на, подписывай. Дурак ты, Петрович. Ну, перепишу я. Комбинат на тебя и дальше что? Я позвоню, Марину отпустят. А дальше не твои проблемы. Подписывай. Написал, нет? Подписал. Хорошо. Походу я. Прямо... Ага. Поехали. Отсюда быстро. Это не Кубрик свалил? Вроде его машина. Нет. Заботкин просигналил бы. Значит так, мужики, нечего всем экипажам светиться. Я сам пойду Кубрику яйца щемить. Да ты что, Семенович? Да плевать я хотел на маскировку, раз Марину похитили. Действительно, Семенович. Мы что, не мужики, что ли? Понял, сейчас. Петрович, Бурый спрашивает, что им с бабой и с юхакелем делать, когда он приедет? Пускай вывезут в глухое место и замочат. А пистолет мне отдадут. Я Самарину его в офис подброшу и подтвержу, что он баба свою с любовником из ревности замочил. Гениально. Алло, короче. Короче, я все понял. Но это будет в два раза дороже. Окей? Гениально. Эх, Игорь, Игорь. Я же тебя предупреждал. И Кубрика грохнул. Как мы теперь узнаем, где Марина? Он, наверное, Кубрика зажигалкой хотел припугнуть. А-а-а! Тш-ш-ш-ш-ш. Игорь, ты жив, да? Андрей! Андрей! Андрей, ты жив, что с тобой? Ой, что вы с ними сделали, сволочи? Ну, извини. Да ладно, теперь можно. Давай, потащили их в Бэху, а то в твою не поместятся. На, возьми, снимешь за неё судьи денег. Надо же оправдать поездку. Хорошо. Надо было у Самарина зажигалку забрать. Да кому она теперь нужна? Зажигалка. Мне. Я б за неё судьи денег снял. Упокой, Господи, их души грешные. Ну, помог племянничку, чем мог. Теперь можно и на вокзал. Да. С чистой совестью. Смотри, я очухался. Ааа... Что потащили? – Тяжелый гад! – Да нечего! За ноги хватай! Марина! А-а-а! Андрей! Андрей, держись! Андрей! Пожалуйста! Андрей, держись! Руку! Андрей, ты не ранен? Я в порядке! Осторожно! У этого рода пистолет был не настоящий, а травматический! – Ну, слава Богу! – Ты-то цела? – Да! Мужики! Спасибо! Как вы нас нашли? У Кубрика в трубке был набран номер Бурова. Мы через диспетчера шли по пилингу его мобильника. Давайте кто-нибудь прикурить, а? На! Держи! Это та, из-за которой нас чуть не убили? Нет, та вернулась к старику. Можно посмотреть? Хитрый старик. Отсунул первую зажигалку через Михайлова Кубрику. А эту дал мне, чтобы я записал все, что происходило в мотеле. И заставил меня одеть бронежилет. А с каких пирогов старик стал вообще тебе помогать? Выяснилось, что старик является мне дядей по материнской линии. Да, пути Господни неисповедимы. Все, поехали. Я на базу с ребятами поеду. Мне еще достоверение сдать надо. Давай. Пока. Кстати, так вы идете ко мне работать? Ну, если только всем экипажам. Боже упаси! У нас работа намного спокойнее. Вlaşим. Возьмите. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok